Девушки отдыхают Чарли Шин напал на Зубнова и вновь попал в суд. Об этом и многом другом уже сейчас, а напоследок наши впечатления от продемонстрированных The Walt Disney Company CIS на первом российском Комик-Коне, Звездных войн Повстанцы и мульта Город Героев, а также роликов Мстители 2 Эра Альтрона и Человек-Муравей. Бородатые бизнесмены с топорами – частые гости на больших и малых экранах. Так, за последнее время, благодаря успеху сериала «Викинги», интерес к проекту о жизни Харальда Сурового высказали Мел Гибсон и Леонардо Ди Каприо, а 23 октября на экраны выйдет фильм Клаудио Фаха «Викинги». Другое дело, что успешных картин раз-два и обчелся. Пока железо горячо, Universal Pictures приступает к работе над историческим фильмом «Да-да, опять викинги». В кресло режиссера усадили автора 101 Рейкьявик Бальтазара Кармакура, а сюжет пока под семью замками. Продюсерские функции возьмут на себя Марк Платт, Адам Сигел, Тим Биван и Эрик Фелнер. Надо заметить, что союз Кармакура и Universal выдал весьма приличный боевик контрабанда, и в скором времени ждем от режиссера криминальную драму «Два ствола». Студия Sony нашла шаблон вида по одному фильму для каждого супергероя занятным и перенесла его на сагу о Робин Гуде. Для чего тут же приобрели за семизначную сумму сценарную заявку Кори Гудмана «Пастырь» и Джереми Лотто «Худ», где для каждого члена команды Робина приготовлен свой собственный фильм. Выпустят картину о главном стрелке, потом о маленьком Джоне, брате Туке и Уилли Скарлетте. А затем соберут всю команду в своеобразный средневековый аналог «Мстителей». Что внушает надежду, кураторам поставили автора «Американской истории Икс» и капитана Филлипса – Майкла де Лука. Кстати, у Гудмана в портфолио еще значится перезагрузка другого мира. Пока вторая часть «Бегущего по лезвию» еще только в планах, 20th Century Fox уже спешит забить делянку нуарной фантастики, прикупив по случаю права на экранизацию книги Энтони О'Нилла «Темная сторона». У штурвала станут Стивен Зейлиан, список Шиндлера и банды Нью-Йорка, и Гаррет Баш, девушка с татуировкой дракона. Сюжет еще не вышедшей книги рассказывает о недалеком будущем, когда Луну, колонию для преступников, решают превратить в курортный рай для туристов. Кому в голову пришла эта светлая идея, не уточняется, но после ряда загадочных убийств в тюрягу прибывает детектив с подмоченной репутацией. Критики охарактеризовали работу О'Нилла как роман, написанный в лучших традициях Филиппа Кадика. Рун Хеллбой Перлман присоединился к актерскому составу криминальной драмы «Иезуит». История, рассказанная Альфонсо Пиннадо Ульоа, отправит зрителя в тюрягу, а после на волю. Главный герой, отсидев срок за убийство, которого не совершал, отправляется мстить обидчикам за убитую жену и похищенного сына. Также в ленте примут участие Тим Рот, Пас Вега, Шанен Сосамон и Хосе Мария Язбек. В ближайших планах Рона также съемки в исторической драме Роланда Эмериха «Стоунволл» с Джонатаном Арис Мэйерсом и триллере «Ночь покера» Джан Карло Эспозито. Ричард Мэддон, известный по шоу «Игра престолов» и «Клон Дайк», получил ведущую роль в боевике «День взятия Бастилии» за авторством Джеймса Уоткинса по сценарию Эндрю Болдуина. Агент ЦРУ в Апале помогает жулику, несправедливо обвиненному в теракте в Париже, уйти от правительства США. Главная роль досталась Идрису Эльбе. Доффер Грейс присоединился к Кейт Бланшетт, Элизабет Мосс и Джеймсу Вандербилто в драме «Тжутф». Речь пойдет про ведущего популярного ток-шоу «60 минут», который продемонстрировал миру обличающий Джорджа Буша репортаж. Это тот материал, где говорилось, что Буш, благодаря высоким связям, откосил от Вьетнама. Вот вы не в курсе, а новый «Терминатор» за номером 5 будет иметь неслабую мелодраматическую составляющую. По крайней мере, так считает актер Джонатан Симмонс, сыгравший второстепенного персонажа. О чем он и поведал изданию «Камин Сун». «Это гигантский проект, и я, признаться, несколько удивлен приглашению сыграть со звездами первой величины», — рассказывает актер. «С одной стороны, конечно, участие в проекте подобного масштаба — это чертовски круто. Но ведь действие, как мне казалось, сосредоточено на пиу-пиу. А нет, прочитав сценарий, я понял, что у картины есть душа и отличная любовная история. И хотя роль у меня небольшая, но мне понравилось быть частью этого фильма. Напомним, в «Терминаторе» также приняли участие Эмилия Кларк, Арнольд Шварценеггер, Джей Кортни, Джейсон Кларк, Мэтт Смит, Дуглас Смит и другие. Сам же фильм появится на экранах 1 июля 2015 года. Помните страшненькую куклу с ножом, которую вы бы точно не подарили на день рождения вашему ребенку? Да-да, того самого Чаки из фильма ужасов «Детская игра». Так вот, ее создатель, Дон Манчини, предлагает совместить ужасное с ужасным. А именно, поженить Чаки на кровавой Барби из «Проклятия Аннабель». «Я надеюсь, что когда-нибудь удастся увидеть Чаки и Аннабель в одной картине, хотя права на этих героев принадлежат разным студиям», — рассказывает Манчини. «Сейчас я как раз работаю над сценарием для возвращения Чаки, и было бы прикольно, если бы Аннабель появилась в одном из эпизодов». Напомним, постановщик «Проклятия» Джон Эрлионетти был оператором «Детской игры 3», а его картина собрала в домашнем прокате весьма неплохую сумму — 37,2 миллиона долларов. Несмолкающие пересуды фанатов о том, что «Мал Мстители без Человека-паука» и «Мстители вовсе», получат дополнительную пищу для размышлений. Согласно информации HitFix, Sony Pictures и Marvel проводят переговоры о передаче прав на использование «Паучка» во франшизе, что вполне коррелирует с заявлением Marvel о новом составе команды в третьей части. Напомним, дела у серии приключений ЧП идут неважно. Вторая часть хоть и не провалилась в прокате, но собрала гораздо меньшую сумму, чем первая, и уж тем более оригинальная трилогия. В июле с корабля новых экранизаций сбежал сценарист и продюсер Роберто Урси, а руководство приняло решение перенести выход триквела на неопределенный срок, отдав дату 11 ноября 2016 года спин-оффу о зловещей шестерке. Также Эндрю Гарфилд подумывает завязать с полетами на паутине. Старина Чарли Шин известен своим эксцентричным, эммм, нет, скажем проще, идиотским поведением, и он продолжает отжигать по полной. Недавно Чарли в очередной раз посетил здание суда. За что? Нанесение побоев, совершение оскорбительных действий сексуального характера и причинение морального ущерба. А дело было так. Вошел Чарли к Зубному в сопровождении охранника и ассистента, перед этим ширнувшись, либо нюхнув, суд еще не установил. Короче, как только на него надели маску, дабы усыпить на время, Шин вскачил с кресла и начал сыпать руганью, а также угрозами убить всех присутствующих. Далее он схватил ассистентку Зубного за грудь и притянул к себе, а после ударил кулаком. Адвокат Чарли охарактеризовал все произошедшее как поклеб и выдумки. Сроки рассмотрения дела уточняются. Пока Джеки Чан размышляет, нужно ли возвращать на большие экраны час пик, канал CBS получил права на производство часового пилотного эпизода сериала на основе известной франшизы. Нам обещают атмосферу оригинальной серии фильмов и, конечно, рассказ про одного гонконгского полицейского, прибывшего в Лос-Анджелес для расследования дела и вынужденного работать с весьма наглым и болтливым черным офицером. За сценарий отвечают авторы «Города-хищниц» Билл Лоуренс и Блейк Маккормик, а съемками займется студия Warner Bros. Television. Напомним, оригинальная трилогия собрала в прокате около 850 миллионов долларов, а главные роли исполнили Джеки Чан и Крис Такер. Куда запропастился Доктор Хаос, он же Хью Лори, после того, как благоразумно отказался от съемок в «Рыбокопе» и «Черепи и костях». Сейчас Лори готовится вернуться на экраны в шпионском триллере «Ночной администратор». Адаптацией для малых экранов одноименного романа английского писателя Джона Ле Карре займется Дэвид Фарр, написавший сценарий к боевику «Ханна. Совершенное оружие». Сюжет расскажет о бытии агента под прикрытием администратора отеля Джонатана Пайна. Задача цароушника – проникнуть в окружение миллионера Роупера, торговца оружием и любящего отца. Лори, возможно, сыграет Роупера, ну а роль безупречного управляющего достанется Тому Хиддлстону, известному по фильму «Мстители». К слову, Ле Карре настругал множество шпионских книг с клюквенным душком, включая такие произведения, как «Портной с Панамы», «Преданный садовник», «Шпион вы-ди вон» и «Самый опасный человек». Любопытно, что первой авторской работой Лори в качестве писателя стала книга как раз о торговце оружием. Итак, на этой неделе ожидаемо первую строчку бокс-офиса заняла «Исчезнувшая» Дэвида Финчера с Беном Аффлеком в главной руле. За первые выходные триллер принес создателям из студии 38 миллионов долларов. Это, собственно, лучший старт картины с Беней со времен «Сорвиголовы». «Исчезнувшая» обогнала социальную сеть с 22,4 миллиона долларов, «Операцию Арго» с 19 и «Капитана Филлипса» с 25,7 миллиона долларов. Аналитики пророчат не менее 130 миллионов долларов за все время показа. Чудные дела творятся, триллер и мистика показывают отличные сборы уже на старте. Следом за «Исчезнувшей» идет мистический хоррор Джона Р. Леонетти с 37,2 миллиона в кармане. Правда, стоит отметить, что картина не смогла взять планку «Заклятие» — 41,9 миллиона и «Астрал глава 2» — 40,3 миллиона. Аналитики предсказывают не более 80 миллионов долларов за весь период показа в США. А вот великий уравнитель с Дензелом Вашингтоном, несмотря на весьма громкую раскрутку в профильных СМИ, смог собрать за эту неделю всего 19 миллионов долларов, при этом потеряв 44% своей аудитории. Всего картина заработала 64,5 миллиона. Плохи дела и у нового мультфильма «Стачи». За вторую неделю после появления в кино «Чудище» из канализации собрали всего 12,4 миллиона. Всего в кассе 32,5 миллиона долларов. На этой неделе «Парни в лабиринте» набегали еще на 12 миллионов, с потерей аудитории в 31%. В американском прокате картина собрала 74 миллиона долларов, окупив производственный бюджет в 34 миллиона. Пожалуй, одним из самых примечательных мероприятий в рамках проходившего на минувших выходных Комик-кон Раша стал пресс-показ «Дисней», на котором медиагигант поделился своими планами на ближайшее будущее. Началась презентация с демонстрации пилотной серии свежего мультсериала «Стар Ворс. Повстанцы». Сюжет строится вокруг приключений экипажа корабля-призрак, малолетнего воришки, беглого джедая, пилота-твилечки, мандаларианской воительницы, придурковатого фиолетового увольня и пескливого дроида, в промежутке между событиями третьего и четвертого эпизодов оригинальной киносаги. Мол, именно эта команда лежит в основе партизанского движения, сумевшего в итоге поставить империю на колени. Повстанцы рассчитаны в первую очередь на детей, и дело тут не только в том, что главный герой по имени Эзра — юный пацаненок, отдаленно смахивающий на Аладдина. Пожалуй, самой неоднозначной чертой повстанцев является визуальный стиль сериала. Если пейзажи смотрятся неплохо, то героям и интерьерам будто бы не хватает детализации. А вуки, так и вообще благодаря такому подходу, из волосатых гигантов превратились в неуклюжие, пучеглазые бревна, и выглядят не по-хорошему устрашающе, а просто страшно. Но и местами раздражает привычка персонажей по поводу и без комментировать каждое свое действие, что вызывает не самые приятные ассоциации с последними трансформерами. В остальном же — неплохой мультсериал в духе и стиле выходивших ранее «Воин-клонов», который может заинтересовать как юных любителей фантастики, так и вполне себе взрослых фанатов вселенной Star Wars. По крайней мере, если все серии будут выполнены не хуже первого эпизода. Кстати, про седьмую часть «Звездных войн» на конференции тоже вскользь упомянули. Еще один мультик, показанный Дисней — «Город героев», в оригинале «Big Hero 6». О нем уже было рассказано, пожалуй, все, что только можно. И про сеттинг, и про сюжет, и про героев, и даже про предысторию. Так что мы не станем рассказывать вам в очередной раз о том, какой это замечательный мультфильм. Но все же воспользуемся возможностью напомнить об этом и показать еще чуточку кадров с Милягой Беймаксом. Российская премьера состоится 25 октября. А если вы каким-то чудом пропустили все те горы информации о картине и хотите узнать о ней поподробнее, отсылаем вас к предыдущему, 29-му выпуску GS Times Kino, в конце которого имеется превью и краткая история создания мультфильма. Ну и, конечно же, самый вкусный кусок презентации — показ отрывков из супергеройских боевиков «Мстители 2. Эра Альтрона» и «Человек-муравей». Трейлер «Мстителей», как и положено любому марвеловскому фильму, был пропитан пафосом, напичкан спецэффектами и сдобрен юмором. На сей раз команда разношерстных героев будет спасать мир не от вторжения армии из иного измерения, а от опасного и чрезвычайно могущественного кибернетического организма, того самого Альтрона, собравшегося сделать Землю чуточку чище, стерев с ее лица рот людской. Нас ждет хорошо знакомый по предыдущей части актерский состав — разбавленный парой новичков. Детей Магнетто, Ртуть и Алую Ведьму сыграют Аарон Тейлор Джонсон и Элизабет Ольсон, уже засветившиеся в этом году тандемом в «Годзилле». Рассказать про муравья практически нечего, поскольку этот ролик был самым коротким и самым неинформативным. Хэнк Пим за кадром вещает о том, какие супергерои на самом деле козлы, но человек-муравей при этом совсем не такой, а потом командует облаченным фирменный костюм Скоттом Лэнгом, помогая тому выбраться из вентиляции и обуздать осу. Премьера фильма состоится в июле 2015-го, то есть спустя два с лишним месяца после релиза «Вторых мстителей». Все потому, что в киновселенной Марвел, в отличие от комиксного первоисточника, Альтрона создал не Пим, а значит и знакомить зрителей с этим персонажем раньше времени совсем не обязательно. Кстати, именно благодаря непохожести фильмов и комиксов создатели могут попытаться вставить в муравья или эру Альтрона события из совсем других сюжетных арок, например, смерть Соколиного глаза или сумасшествие Алой Ведьмы. Осмелятся ли боссы Дисней воплотить в жизнь такие радикальные сюжетные повороты? Узнаем уже в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok